Здравствуйте! Наблюдать за птицами одно удовольствие, но только в том случае, если они не кружат над твоей головой постоянно. И это самое малое из тех неудобств, которые доставляют людям, что живут неподалеку от полигонов бытовых отходов. Мы с вами живем в 21 веке, и вот подобные кучи мусора выглядят в наше время совершенно нелепыми. До конца 19 века проблема отходов вообще не стояла, сельство такими вещами не оперировало. Это вот побочный продукт нашей техногенной, я бы даже сказал, цивилизации. Какие есть технологии? Две. Либо захоронить в отьму сибирских рот, правильно? Либо сжечь. При сжигании что образуется? Они никуда не деваются, только разносятся чистым ветром по всей северо-западной русской платформе, а то и вплоть до Скандинавии. Захоронение. Опять-таки у нас нет таких технологий, чтобы захоронить в тех пластах земли, где ни гидрогеологические, ни тектонические факторы не нарушат впоследствии захороненный отход. Как это, кстати, делается с радиоактивными отходами, например, в Железногорске, в Костоверске. Их стеклуют и на веки вечные, в период полураспада в горе захоранивают. У нас эта технология тоже не пройдет. Полигон «Красный бор». На его территории размещено около двух миллионов тонн различных химических веществ, в том числе первого класса опасности. Он переполнен настолько, что проблема утилизации отходов была актуальна еще в конце прошлого века. Десятилетия назад, учась в университете, мы слышали о проблемах Красного Бора. Это еще было до перестройки, фактически 25 лет назад. Я не думаю, чтобы кардинально ситуация изменилась, учитывая, какие изменения произошли в нашей стране за эти 25 лет. Просто у администрации в лице города и области, наверное, просто не доходили руки до этого. Но проблема дозрела и перезрела. Конечно, ее решение не кардинальное, но значивое. Оно, конечно, должно быть принято. Это крупнейший полигон для размещения опасных производственных отходов на территории Северо-Западного федерального округа. Его площадь составляет 73 гектара. Полигон находится в двух километрах от поселка Красный Бор Ленинградской области и в 30 километрах от центра Санкт-Петербурга. Он представляет серьезную экологическую угрозу для города и области. В народе его уже окрестили химическим Чернобылем. Сама жизнь подталкивает человека решать некие задачи. Когда вот эти карты были полностью уже переполнены, стала задача, что все остальные решения этой задачи хуже, чем существующие. Соответственно, нужно было что-то такое даже не придумать, а скомпоновать, скорее так. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. На общественную экологическую экспертизу был направлен проект по строительству первой очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов. В этом проекте была предложена технология сжигания скопившихся в Красном Бору отходов. Экспертная комиссия экологов и общественный экологический совет при губернаторе Ленинградской области предложенный вариант не поддержали. Проектировщики с мнением экологов были вынуждены согласиться. Теперь будет рассматриваться новый проект рекультивации. Самое оптимальное отправить на Юпитер. Все это сложить в ракету-носитель и отправить на Юпитер. Но это невозможно, потому что дорого. Это кардинальное решение проблемы Красного Бора. Мы же на него не пойдем. Эксперты Северо-Западного отделения общественной организации «Зеленый крест» предлагают обратить внимание на метод, разработанный питерскими учеными в прошлом веке. Это интеграционная минерально-матричная технология, или сокращенно ИММ. Ее научная основа – теоретические разработки 70-х годов доктора технических наук профессора Ленинградского государственного университета Василия Кнатько. На практике технология стала применяться уже в 21 веке. Я еще раз говорю, таблица Пифагора, она актуальна и в Африке, и в России, и где угодно. Это основано на физической химии грунтов, ни больше, ни меньше. Мы ничего не выдумываем. Мы применяем знания и законы природы, в частности, для решения этой задачи, этой проблемы. Технология основана на искусственном ускорении природных процессов минералообразования. То есть, изобрели способ многократно ускорить процесс ретификации, превращения рыхлых субстанций в твердые горные породы, что теоретически превращает любой опасный отход в инертный. Вот такие горы мусора чрезвычайно интересны для птиц. Здесь помимо стекол, пластика и металла, здесь очень много органических остатков, которые очень любят птицы, которые живут вот в таких местах. Они ими питаются, они здесь рождаются, и здесь очень быстро помирают. Но гораздо предпочтительнее вот такие варианты, твердые. Кембрийская глина называют изготовители вот такого варианта. Это те же самые отходы, но выглядят они совершенно иначе. Интересная технология, мы ее сегодня вам попробуем представить. Это, конечно, не те кембрийские глины, на водонепроницаемость которых понаделись, когда строили полигон Красный Бор. Химический состав этого материала в корне отличается. Давайте посмотрим, как он выглядит. На срезе можно видеть, что все компоненты вот этого отсева включены в структуру вот этого нашего массива ограниченного, и который препятствует, во-первых, собственно, проникновению загрязнителей в окружающую среду, то есть миграция из них минимальна, и обеспечивает обеззараживание отхода, что особо важно в данном случае, это органические, с высоким содержанием органики отходы, которые являются патогенной микрофлоры рассадником. Вот в этом виде какая-то опасность существует, ведь органические отходы, они, естественно, при попадании осадков дальше проходят в почву, то, что там собрано, мы даже не знаем, что, да, может попасть в почву, соответственно, вызвать загрязнение окружающей среды. В вашем варианте такое возможно? В данном случае наш материал обладает коэффициентом фильтрации, то есть это способность воды проходить сквозь материал порядка 10 в минус 5 метров в сутки, то есть вода через него проходит крайне медленно, крайне медленно, и благодаря тому, что именно в структуру встроены сами загрязнители, даже если вода через него проходит, то она не забирает эти загрязнители. Непонятно, как же это так может происходить? Вода проходит и выходит чистой. Как? Как такое может происходить? За счет чего это происходит? Это происходит за счет химических реакций, встраивания, то есть так называемая интеграционная минеральная матричная технология, которая здесь приведена, она встраивает в себя загрязнители, в структуру, то есть по аналогии, например, с хрустальом. Структура вот этого материала создается вокруг загрязнителей. Благодаря чему, собственно, этот выход тяжелого металла может быть возможен только при стирании этого материала, не знаю, при измельчении в крошку. Прежде чем приступить к конкретным полевым работам, образцы грунта поступают в лабораторию. Для каждого конкретного образца разрабатывается индивидуальная рецептура специальной запатентованной добавки. На первом этапе мы определяем кинетику твердения пластической массы на данном приборе, на пластомере. Когда образец наберет требуемую по технологии прочность, он поступает в следующий цикл. Это уже на его окончательное разрушение, на сопротивление одноосному сжатию. Это особенно важно, если полученные в результате плиты планируется использовать в строительстве. Как основу для производства можно использовать как органические отходы, так и любые минеральные. Еще совсем недавно вся эта территория была засыпана залой. Строить жилые дома на таких участках запрещено, и зоны отдыха, соответственно, тоже. Поэтому пришли к выводу, что здесь надо что-то делать. Обратились к ученым, воспользовались полученной рекомендацией. Стройка в разгаре. Идет процесс перемешивания чистых грунтов, цемента и комплексной модифицированной добавки, что позволяет сделать эластичный, непроникаемый водой ни сверху, ни снизу слой. Данная технология позволяет сократить сроки строительства. Она достаточно удобна в производстве работ. Используется стандартная техника. Наша техника не тонет при использовании данных слоев. Не тонет в зольнике, не тонет в торфянике, в таких плывучих грунтах. Вот пример такого образца, который отбирается из конструкции в рамках нашего производственного контроля и научно-технического сопровождения производства работ. Что можно сказать, то что технология утилизации термическая, любая технология термической утилизации подразумевает образование золы. Вот подобное, которое здесь размещено, это зола ТЭЦ-2. То есть вот эти прослойки, которые мы видим светлые, это зола как раз и есть, да? Да, это как раз она и есть. В случае термической образования вторичных отходов в виде золы, наша технология позволяет утилизировать полный объем отходов с получением полезной продукции и использование этой продукции на полигоне для его рекультивации. То есть таким образом технологический цикл замыкается. То есть прямо на месте? Да, прямо на месте. Технология, она унифицирована, если можно так сказать. Отходы в красном бору также будут переработаны по нашей технологии в такой же материал и использован точно так же для рекультивации в территории полигона. И она позволит как органику, так и минеральной составляющей. Поэтому перерабатывать отходы красного бора по этой технологии возможно. На мой взгляд, как специалиста в области грунтоведения и свойств грунтов, полученные экспериментальные данные и результаты, полученные на полигоне спецтранса, и я уверен, в красном бору они проявляют себя в лучшей форме. Если мы там получили, то на красном бору получим 100%. Открытые свалки такого масштаба появились в прошлом веке. Там они и должны остаться. Иначе наша судьба будет похожа на судьбу этих глупых птиц. Здешние птицы явно делятся на две категории. Одни вот веселые такие, жизнелюбивые, молодые. Они питаются тем, что здесь лежит на поверхности, они счастливы. Вторая категория – это чайки пожилые, которые уже, очевидно, не могут ходить, они просто лежат и медленно доживают свой век. Они даже не понимают, что с ними происходит, потому что счастье уже осталось позади. И вот она, третья категория. Бедная чайка даже не поняла, от чего ей вдруг стало плохо. Вот такая она смерть от отравления тяжелыми металлами. Наш коллега проводил исследование по накоплению аккумуляции тяжелых металлов в чайках. Работа включала в себя, собственно, отлов птиц, препарации, изучение содержания тяжелых металлов как во внутренних органах, так и в костной и мышечной ткани. И было установлено, что превышение свинца, такого наиболее опасного химического загрязнителя, превышает в несколько десятков раз предельно допустимую концентрацию этого металла в живых организмах. Вся эта таблица Менделеева попадает в грунтовые воды и испаряется в воздухе. По данным НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, в населенных пунктах, расположенных в трехкилометровой зоне от Красного Бора, заболеваемость аллергическим ренитом детей превысила среднеобластной и районные показатели в 2007 году почти в 12 раз. В 2008 году отмечено резкое увеличение заболеваемости детей астмой и повышение среднеобластного показателя почти в 10 раз. Нынче на дворе 2015-й, а ситуация к лучшему не изменилась. Мы недалеко ушли от этих птиц. И вот появился шанс решить эту застарелую проблему. Все проблемы Красного Бора финансовые, они не инженерные. Мы не говорим, что это панацея, но это один из серьезных заявок на решение этого вопроса, это безусловно. Вот вы как специалист, скажите, пожалуйста, жители территории вот вокруг Красного... Они даже ничего не почувствуют. Они не почувствуют того, что там вот происходит... Больше, чем есть, уже нет. И последствий еще худших быть не может? Нет, абсолютно точно. Абсолютно. Через тысячи лет он превратится в культурный слой, который будут раскапывать наши потомки и смотреть, как мы жили. Но это будет потом. В данный момент надо решать те проблемы, которые стоят у нас. Какую технологию выбрать для утилизации в Красном Бору, решат специалистов. Но главное, чтобы это было безопасно для тех людей, которые живут рядом. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...